В совместном заявлении министров иностранных дел Азербайджана и Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ подчеркивается, что встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошла в позитивном и конструктивном русле. Обоим лидерам была предоставлена возможность для прояснения своих позиций. Президент и премьер-министр провели обмен мнениями по ряду важных вопросов и субстантивным идеям процесса урегулирования армян-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Они подчеркнули важность создания благоприятной обстановки для мира и принятия конкретных и весомых шагов в переговорном процессе по поиску путей мирного урегулирования конфликта. Лидеры вновь подтвердили важность укрепления режима прекращения огня и совершенствования механизма прямой связи. Они проинструктировали министров своих стран о новой встрече со председателями в ближайшем будущем, а также пришли к соглашению о продолжении прямого диалога. Несмотря на определенный оптимизм сопредседателям Минска группы ОБСЕ, отмечавших относительное затишье в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, со стороны руководства Армении звучали заявления, не способствующие продвижению в карабахскому урегулировании. Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжал упорствовать в вопросе привлечения к переговорному процессу сепаратистского режима Нагорного Карабаха. Пашинян добиваясь того, чтобы армянская община Нагорного Карабаха принимала участие в переговорах, пытался разделить таким образом ответственность за будущие уступки в переговорном процессе. Они пытаются сделать все возможное для того, чтобы тормозить процесс из-за своей неготовности. Судя по всему, Пашинян просто боится того, что предыдущие власти, эти военные преступники попытают использовать карабахскую карту для того, чтобы сместить их из власти, и в этом направлении они не готовы делать какие-то шаги. Армянская сторона не желает идти на компромисс, не желает выслушать азербайджанскую точку зрения в полной мере. А если готовы выслушать, то предлагает такие условия, на которые азербайджанская сторона тоже не пойдет. В итоге переговорный процесс заходит в тупик. К тому же здесь еще есть одна проблема, очень важная, на мой взгляд, это то, что Никол Пашинян везет себя достаточно непоследовательно, когда сейчас разговор о регулировании армяно-азербайджанского конфликта. То есть, первое он говорит одно, потом совершенно другое. Армянская сторона должна отказаться от своей захватнической политики. Пока Азербайджан осуществляет крупные проекты международного масштаба, в Армении мечтают об экономической революции. Однако выход этой страны из изоляции возможен только после деоккупации азербайджанских территорий. Суть этой казанской формулы в том, что блокада прекращается в обмен на то, что Армения передает Азербайджану районы вокруг Нагорного Карабаха. Также Армения получает некие гарантии в виде двух коридоров между Арменией и территорией Нагорного Карабаха. Время политической турбулентности в Армении закончилось после выборов, и теперь Ереван больше не может найти оправдания дальнейшему замораживанию переговорного процесса.